Всем привет! Это УниверНьюз и в студии Верняковская Алина. Сегодня я расскажу вам самые актуальные новости из жизни нашего университета. Перемены высшем образовании. Что для этого делается и к чему они приведут? Отборочный этап студенческой лиги дебатов состоялся в стенах Казанского университета. Что такое норовирос и с чем его не едят? В Казани 11 февраля состоялась традиционная 36-я по счету гонка «Лыжня России-2018». По предварительным оценкам организаторов на лыжню вышли более 20 тысяч казанцев. В их числе около 200 студентов и преподавателей из Казанского федерального университета. А мы переходим к основным новостям. Знакомые всем студентам функции копировать-ставить совсем не подходят для использования в научных диссертациях. С плагиатом борются многие сообщества. Правда, не всегда они на 100% могут быть уверены в правильности своего решения. Главное научиться признавать свои ошибки. По постановлению правительства Российской Федерации 28 августа 2017 года, ряду вузов, соответствующих определенным требованиям, было дано право самостоятельно присуждать научные степени без утверждения высшей аттестационной комиссии. Очевидно, что в этом списке находился и Казанский федеральный университет. Возможность присваивать научные степени университета появилась с 1 сентября 2017 года. Раньше такая привилегия была только у Московского и Санкт-Петербургского государственных университетов. Порядок присвоения ученых степеней в КФУ будет сформулирован с тем, чтобы обеспечить максимальное качество и честность этого процесса. Защита диссертации сейчас стала действительно сложным процессом. В борьбе с плагиатом не последнюю роль играет и сетевое сообщество «Диссернет». Неожиданно для КФУ это сообщество включило его в топ-10 антирейтинга по количеству плагиата. Напомним, что 17 января эксперты сетевого сообщества «Диссернет» заявили, что в КФУ защитили диссертацию по истории с плагиатом. А 7 февраля в СМИ появилась новость об опровержении этой информации. В Казанском университете пояснили, что «Диссернет» ошибочно упоминает диссертационный совет КФУ по историческим наукам. Председатель диссовета по защите в области исторических наук КФУ Индустагиров отметил, что упомянутый «Диссернет» в диссертационный совет не функционирует с 2009 года и не имеет отношения к современной деятельности КФУ. «Диссернет» официально принес свои извинения Казанскому университету за обвинения в плагиате. Сейчас высшее образование испытывает большие перемены, оно трансформируется и меняется. Тенденции таковы, что за три года число вузов и их филиалов в России сократилось почти наполовину. А 12 февраля стало известно, что Рособорнадзор лишил государственной лицензии два столичных вуза – Московский институт физической культуры и спорта и Московский институт психологии. Все это говорит о том, что высшее образование сейчас переживает множество реформ и нас ожидают глобальные изменения. Анна Глазунова, Универньюз. Самые харизматичные и эрудированные молодые люди Казани принимают участие во Всероссийской студенческой лиге дебатов. Отборочный этап конкурса состоялся в стенах Казанского университета. Какие темы подняты будущими политологами, предпринимателями, журналистами и не только, расскажет Аделя Шамилова. В стенах Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального состоялся отборочный этап проекта Всероссийской студенческой лиги дебатов. Это единственное в стране федеральное дебатерское движение, которое объединяет клубы дебатов и выводит данное движение на совершенно новый уровень. Первая часть этапа, 1.8 и 1.4, пройдет здесь, в здании Казанского федерального университета, Центр информационных технологий, если не ошибаюсь. И вторая часть, полуфинал и финал, пройдет в творческом пространстве Маяковский. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Российское общество политологов и кафедра связи с общественностью и прикладной политологией Казанского федерального университета. Участниками лиги дебатов стали лидеры студенческого самоуправления, молодежных организаций, молодые предприниматели, ученые и журналисты, а также творческая и спортивная молодежь России. В ходе отборочного этапа лиги участие в дебатах будет проходить по заранее заявленным темам в рамках трех направлений, а именно глобализации и международные вызовы. Молодежь в политических процессах современной России и молодежное предпринимательство, как фактор развития российской экономики. Тем очень много, они максимально актуальны в нынешней ситуации. Это начиная от криптовалют в экономической сфере, заканчивая, например, участием в выборах. Лига реализуется в рамках федерального проекта «Молодежь 2030. Будущее России глазами молодого поколения», что предоставит участникам дополнительный шанс внести свой вклад не только в развитие современной молодежной политики Российской Федерации, но и в формировании образа будущего России, какой молодежь хочет видеть нашу страну в 2030 году. Аделя Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюз. Одна из аудиторий Казанского федерального университета избавилась от скучных цифр в своем названии. Подробнее о торжественной церемонии обновленного мультимедийного лектория расскажет Олег Кашин. 13 февраля в Казанском федеральном университете стало на одну именную аудиторию больше. Мультимедийная аудитория Института социально-философских наук и массовых коммуникаций стала на сетиме Мансура Абдрахманова, человека, который был не только выпускником, но и проректором Казанского университета. Дело в том, что эта аудитория, единственная мультимедийная аудитория нашего института в этом корпусе, в высшей школе, конечно, тоже есть. И, соответственно, в соответствии с решением ученого совета и приказом ректора, эти аудитории называются или увековечиваются в связи с выдающимися выпускниками тех или иных институтов. Появление в университете именных аудиторий благотворно повлияет на студентов, позволит им приобщиться к истории КФУ, а также расширит их кругозор. Олег Ашин, Роман Самарин, Универньюз. В Олимпийском Пхенчхане стремительно растет число заразившихся норовирусом. К понедельнику за помощью к медикам обратились почти 200 человек. Большая часть заболевших – сотрудники безопасности. Буквально пару дней назад стали приходить сообщения и о случаях заражения в России. Число заболевших норовирусом на Олимпиаде Пхенчхане продолжает расти. Заболевших уже почти две сотни. А буквально пару дней назад стали приходить сообщения о случаях заражения в России. Причем в регионах от Кореи весьма удаленных. Появились в США в 1972 году. Но изначально мало изучали и до сих пор мало изучают. Но однако эти вирусы вызывают редкие пандемии. Норовирус – это то, что в народе принято называть кишечным гриппом. Как сообщили в Оргкомитете игр, сейчас проводится проверка качества водопроводной воды и продуктов питания, а также медобследование персонала. Среди спортсменов, к счастью, пока заболевших нет. Эти вирусы чаще вызывают через контакты людей, то есть с фекально-равним путем, через загрязненные пищи, посуды, через руки. Если кто-то заболеет, если рвота, тогда только единственное событие – оттуда, через воздушный путем. Симптомы обычно проявляются в первые или вторые сутки с момента заражения – тошнота, температура, головная боль. После болезни вырабатывается иммунитет, но ненадолго – спустя два месяца – тот же самый норовирус может срадить вас вновь. Для заражения будет достаточно всего 10 частиц. Вакцины нет от этих вирусов, потому что очень редко появляются, поэтому и никто специально не занимается созданием вакцинов. У человека, если во время заражения образуются какие-то антитела или вот этот вирус не существовал в организме, они 8 недель остаются в организме, а потом исчезают. А потом, может быть, тот человек заново заразится. Поэтому, как и у других вирусов, как один раз заразили, и потом в жизни больше никогда не заразили, такого не происходит. У взрослых острая фаза проходит достаточно быстро – через три дня. А вот для детей норовирус может закончиться даже реанимацией. Чаще всего берут немедленно продукты, они могут в рот брать, что они хотят, и у детей естественная иммунная система слабая. Норовирус уже был зарегистрированный в Татарстане. Буквально пару дней назад в Арском районе случилось массовое отравление школьников. Пострадало порядка 39 детей. Источником острой кишечной инфекции министр здравоохранения Республики Татарстан назвал норовирус. По его словам, сейчас в Арском районе врачи проводят подворовые обходы, чтобы уявить всех, кто контактировал с больными и не допустить распространения заразы. На этом все. Следи за нами в социальных сетях и не пропускай наши выпуски. До встречи на Универ ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok